7 марта накануне Международного женского дня в Твере состоялось чествование лучших представительниц самых разных сфер. Губернатор Игорь Руденя вручил жительницам региона государственные и региональные награды. И от имени всех мужчин Верхневолжья поздравил с наступающим весенним праздником. Все подробности у Ирины Синягиной. В числе награжденных педагоги Верхневолжья, которые, как подчеркнул Игорь Руденя, передают новым гражданам России не только знания, но и главные ценности, любовь к родине и служение своей стране. Год семьи в России, этот праздник наполнен особым смыслом. Ведь именно женщина воплощает для нас всё самое дорогое, даёт жизнь нам, нашим детям, является образом нашей родины, матери, объединяющей нас в одну большую великую семью и, конечно же, сплочённую Россию. Мы ценим вашу способность хранить тепло, уют родного дома. А главное – это отдавать себя без остатка воспитанию детей и поддержке самых близких для нас людей. Светлана Валентиновна, ещё будучи школьницей, поняла, что хочет стать учителем. От мечты не отступила. Сразу после окончания вуза пошла работать по профессии – в школу. Более 25 лет она работает учителем общества знания и истории. Губернатор Игорь Руденя вручил Светлане Шуругиной медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Как сказала история Ключевский, она проучивает нас за незнание. Россияне имеют право знать свою историю и гордиться. Вот какой бы сложный путь, а путь был непростой, прошла наша страна, нужно знать историю, чтобы не повторять её ошибок. Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Лидии Велькер. Женщина в 27 лет приехала в Россию из Казахстана. Для жизни выбрала тогда Торжокский район, обратилась в колхоз «Мир». Собственно, именно там начался её профессиональный путь в сфере сельского хозяйства. Сначала она была дояркой, сейчас оператор машинного доения. Раньше было всё вручную, мы делали, сейчас всё механизировано. Раньше вот мы молоко вёдами носили, сейчас всё чистая система, молокопровод идёт. Легче намного стало. Освоить мне что-то много ума не надо. Помыл, подоил, сцедил, первые шутки подоил, опроснял, протёр, влажно обработал соски, всё. Там службы ничего нет. Просто многие боятся запаха, вот это рано вставать, поздно ложисься. Что могу пожелать? Здоровья главное, удачи, успехов, терпения. И ничего не боятся. Как многие боятся, убегают с колхозов, совхозов. Вот, остаются сильнейшие, как я. Звание почётный гражданин Тверской области получила актриса Тверского академического театра драмы Наина Хонина. Она впервые вышла на сцену тогда ещё Калининского академического театра драмы в 1960 году. 64 года я верой и правдой служу своему родному Тверскому академическому театру. Это храм. Пусть светский, пусть театральный, но это храм. В него идут как в монастырь навсегда. Ну вот, видите, я навсегда. Губернатор подчеркнул, каждая из награждённых женщин является ориентиром для школьниц, которые сегодня получили паспорта гражданина Российской Федерации. Для меня это честь. И сам паспорт – это важный документ в моей жизни. И он является первым. Главные документы Горуденя вручил четверым юным жительницам из Осташковского, Ржевского, Старицкого и Калининского округов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова